Итак, у нас продолжается прямой эфир. Вот вы смотрели рекламу пока, а мы спорили, в принципе, о будущем Чернобыльской атомной станции. Достаточно интересные мысли предлагает Сергей Васильевич. Вообще, с ним, наверное, надо было бы чаще встречаться работникам Чернобыльской атомной станции. Может быть, в неформальной обстановке, вечером у костра и так далее. С ним есть о чем поговорить. Я еще раз напоминаю, телефон 23621. Если вы не пользуетесь этим телефоном, 04479-23621, вы можете звонить и вы зададите вопрос. Ну, вот в интернете поступают вопросы, еще раз один вопрос. Ну, вообще, достаточно интересно. Мы говорим об одном, а люди задают вопрос. А, еще один. Когда повысится зарплата на ЧАЭС? С 1 июля заработная оплата на ЧАЭС повышается на 4,48 процента. Ух ты. Ну, это повышение по закону, и оно было заложено. В этом году других повышений нет. Чернобыльская станция является бюджетным предприятием, и на заработную плату и на другие статьи расходов она тратит те деньги, которые изначально закладываются в предыдущий бюджетный год на следующий. Поэтому мы можем говорить о повышении заработной платы в двадцатом году. Ну, в принципе, приятно. Я думаю, работникам Чернобыльской атомной станции все-таки узнать, что зарплата будет повышаться. Хорошо. А вот еще один вопрос влетел. А есть проекты, где можно работать с лаучаном после успешного завершения долгосрочных проектов? Ну, я так понимаю, переместить работников ЧАЭС на те же различные заводы, которые, в конце концов, должны в двадцатом году заработать? Ну, какие-то заработают в двадцатом году, какие-то заработают в двадцать первом. Есть еще проекты, которые не связаны с этими заводами. Например, демонтаж нестабильных конструкций. Там будет задействовано большое количество людей. Понятно, что будет работать какая-то из подрядных организаций. Вне всякого сомнения, там будут работать слаучани, потому что других людей, которые удобнее были с точки зрения логистики, с точки зрения навыка, с точки зрения отсутствия радиофобии. Их просто нет. На самом деле, это одна и та же группа людей, которые работают в подрядных организациях. Я это проходил, работая на навыке. Это 600 человек, и они кочуют от одной компании к другой, да, в зависимости от того, где есть работа. Помимо всего этого, мы сейчас работаем, ну, там, были у нас в планах, у нас на ЧАЭС были планы реализации проектов, которые мы сочли нужны вообще не реализовывать. Это пустая отрата государственных денег. Я же там говорил про государственные деньги. На сегодняшний день мы работаем над проектом реконструкции или замены кровли над третьим блоком, который мы все видим рядом с аркой. На самом деле, это самый главный сейчас источник всех протечек и создания радиоактивных жидких отходов, которые у нас есть. Это тоже длинный, дорогостоящий проект. Там тоже будут задействованы люди, слаучане. Помимо всего этого, не стоит, ну, не могу не сказать о том, что то ЦХАЯТ, центральное хранилище, которое строят на Экоэнергоатом, оно в планах руководства, причем они это уже реализовывают, комплектовать его людьми из города Славутич, а не из Чернобыля, чтобы они жили там, то есть они будут работать не вахтовым методом, а будут работать в графике, синхронизированном с нашими электричками. Это 200 человек этот и следующий год, после запуска это еще 100 человек. Мы разговаривали с Вадимом Ирлановичем холошей. Дальше есть еще один проект, коль мы говорим о слаучанах, это кто знает, кто не знает, у нас есть ПОК объект, так называемая промышленная отопительная котельная, он сейчас уже весь практически этот объект в аренде. Есть арендатор и сейчас заканчивается проектирование, там будет построена электростанция, будет работать она на щепе и порядка 70 человек будут заняты на этом объекте. Ну и в любом случае нам нужны тоже рабочие руки для реализации тех проектов, которые я перечислил в первом боте. Ну это важно, это в общем то есть перспектива, даже если получается вы будете уволены из УЗФО, у вас есть шансы все-таки задержаться в зоне. Кстати говоря, вот вы сейчас сказали о котельной, а вот когда прекратится этот издевательство, как пишут, видимо работники Чернобыльской атомной станции, когда летом температура помещения к 34, а зимой в лучшем случае плюс 10? Ну прекратится, да, прекратится. Температурный лежил, насколько же я понимаю, я на Чернобыльской станции в офисах бываю 10 лет, ходил по кабинетам, подписывал всевозможные документы, стоял в коридоре в очередях куда-то зайти, это все было буквально четыре месяца назад, но прошлым летом точно также было жарко, но тем не менее в кабинетах работали кондиционеры, которые или сприт-системы, или были врезаны в оконные блоки, при реконструкции фасадов, при утеплении фасадов, это все дело убрали. Как по мне, это надо было делать одновременно одним проектом. На сегодняшний день мы пытались провести тендер, несколько раз в силу нашей Прозора, ну все понимают ситуацию с антимонопольным комитетом, с этим сталкиваются все, когда конкуренты нечестными путями борются за проекты, но вот мы опять сегодня у нас было открытие конверта уже по установке кондиционеров в части, в той, где их нет. Если получится, что-то успеем в этом году, если нет, то в следующем. По поводу того, что зимой холодно. Ну, наверное, в АБК-1 не холодно. В холодно-периферийных корпусах, об этом тоже стоит сказать, когда я там говорил в своей, как вы сказали, тронной речи, на самом деле все, что там делается, я говорил в тронной речи, это все будет реализовано в этом году. Я там говорил о перемещении работников. На следующей неделе будет подписан приказ, может быть, через неделю о перемещении с площадки в город 122 человека. Это будет происходить в... Эти люди уже понятны пофамильно, но понятно, в какие кабинеты они заедут. 50 в первую очередь, остальные 72 в вторую очередь, чтобы не устроили там хаос с этим переездом. Люди, которые у нас расположены на офисных помещениях в периферии от АБК-1, они все к началу отопительного сезона будут собраны на АБК-1. Будет законсервировано 5 офисных помещений и 2 санпропускника. Один из них 14-30, второй это женский. Женщины будут перемещены в основной санпропускник, ну, на второй, третий этаж, не знаю. Решат специалисты, на каком это будет удобнее. То есть, можно уже как бы говорить, что не надо будет зимой ходить на работу в рукавичках, а на лето приносить с собой веер, я так понял. Веер, это неплохо. Ну, веер, в принципе, да. Эпатажно. Да, эпатажно. Согласен. Хорошо, но все-таки давайте мы вернемся к теме, на которой завтра вам будет очень много, наверное, говорить. Это о профсоюзах, о профсоюзных деятелях и сокращениях УЗФО. Вот мы нашли в интернете интересную цитату господина Орлова, профсоюзного лидера, как вы его прекрасно знаете. Давайте, наверное, сейчас ее послушаем, и вы посмотрите, и возможно... Ну, частично мы уже отвечали на эти вопросы, но я так понимаю, что тема эта, которая будет касаться и завтра, точнее, профсоюзной конференции, и вам этот вопрос будут там задавать. Поэтому господин Орлов говорит две минуты пять секунд, ну, а вы потом, ну, как бы, высказывайте свою точку зрения. Окей? Да. Меня часто упрекают именно в том, что, а что ж такое, председатель профсоюзного комитета так заступается за коллектив, который его не выбирал, так заступается за людей, которые не находятся совершенно в другом предприятии. Но я хотел бы подчеркнуть, что на самом деле я заступаюсь именно за всех членов профсоюзной организации Чернобыльской АЭС, и за всех членов АТОМ-профсоюза в целом. Устав говорит именно об этом, о солидарности наших действий. Хочу сказать, что та судьба, которая уготована коллективу ГПУ ЗФО, она в какой-то мере будет касаться и коллектива Чернобыльской АЭС, а может быть даже в определяющей мере, поскольку сегодня руководители органов государственного управления фактически тренируются на мышках, можно так говорить, да? Но нельзя говорить так о людях. Так вот, они сегодня проводят некие реформы, квази-реформы, псевдо-реформы, цель которых для меня уже совершенно очевидна. Это цель сокращения персонала любыми путями. При этом говорится одно, а делается совершенно другое. Когда глава агентства говорил, презентуя нам свои проекты по реорганизации зоны отчуждения, он говорил о том, что вы знаете, в результате этих реформ высвободится, может быть, один или два процента работников. А что мы имеем сегодня? Мы сегодня имеем то, что только из ГПУ ЗФО может быть сокращено 87 человек. Все вот эти принципы, в кавычках принципы, на самом деле это не принципы, а полный беспредел, полное противозаконие, беззаконие фактически, оно завтра будет проецироваться на каждого работника Чернобыльской атомной электростанции. Я ведь видел планы реорганизации на столе у Петрука. И эти планы касаются в том числе Чернобыльской АЭС. Эти планы касаются в том числе структурной целостности Чернобыльской АЭС. Итак, вы услышали только что то, что сейчас находится в сетях и то, что читают и работники ЧАЭС, слушают, я не знаю, слышали вы это или нет. Вот частично мы уже с вами разговаривали на эту тему. Вот основное опасение все-таки заключается в том, что работники Чернобыльской атомной станции очень сильно переживают, что их рабочее место будет сокращено. А вот сейчас, ну как бы, глава агентства, ну и вы там вроде как подключены к этому вопросу, вы занимаетесь, ну, репетицией, что ли, будущего сокращения начальства? Я бы все-таки дифференцировал ситуацию и поделил бы... Агентство одно, а вы другое. Нет, не только. Нет, не только. Чернобыльская станция, она является... Агентство – это орган управления, понятно, он формирует свою политику, политику в целом в зоне отчуждения, но, естественно, не вмешивается в хозяйственную деятельность. О том, говорил там Виталий Викторович Петрук, чтобы было понятно, 2 или 3 процента, может быть, он об этом и говорил, на самом деле это на сегодняшний день 87 или 85 – это 10 процентов. Если мы скажем, что замерла ситуация и осталось 61, о которых говорил я, это цифра сегодняшнего вечера, конца рабочего дня, то это меньше 10 процентов. Я уверен, что там человеком к 50 это подойдет, но это уже никак не 10 процентов, это уже гораздо меньше. Это один момент. Следующий момент, сложно было ему оценить, если он действительно это говорил, я это не слышал, возможно, в самом начале, но, предположим, он говорил, мы же не можем не верить лидеру. То сложно было оценить, очевидно ему тогда, какое количество людей в итоге при сокращении или при объединении окажется в этом случае без рабочих мест. Но, опять же, давайте мы теперь посмотрим, из чего состоят эти люди. Порядка 50 человек – это аппарат управления УЗФО, весь аппарат управления. А остальные, около 10 или 11 человек – это водители, у которых нет автомобилей. Вот они ходили 7 лет на работу, у них нет автомобилей. У нас происходила встреча с товарищем Прудником, Максимом Ивановичем. Я говорю, что нет работы, нет автомобилей. На что, очевидно, в шутку или серьезно, Прудников говорит, так купите им автомобили, купите им КРАЗы, БелАЗы, МАЗы, чтобы у них были рабочие места. В данной ситуации это уже выглядит на уровне маразма или хорошей шутки. О том, что эта репетиция перед сокращением увольнения персонала на Чернобыльской станции – это полная глупость. Я задавал этот вопрос Максиму Ивановичу, почему вы людей пугаете этими страшилками, всевозможными разными. Он мне ответил о том, что люди должны быть готовы и мобилизованы. Готовиться надо к худшему, все худшее впереди. А я говорю, если это не произойдет. Он говорит, если это не произойдет, значит, мы же добились этого, и мы решили этот вопрос. Идеальный вариант. Да, вот как бы так, не знаю, зададут мне этот вопрос завтра на конференции, я на него отвечу, ничего нового нет. Если мы говорим, опять же, давайте доведем эту тему до логического завершения. Я ожидал вопрос, пока его нет, будут ли дальнейшие сокращения на Чернобыльской станции. Но он как бы логично выступает отсюда, так все-таки будут сокращения или нет? Я не знаю, как это назвать, сокращением или не сокращением. Или реорганизацией. Да, или реорганизацией. Это не есть реорганизация, это есть работа с персоналом. Ну вот смотрите, завтра или в понедельник, или во вторник, 25 человек из группы управления проектом, которая занимается управлением проектом ПОМ, аркой, чтобы было понятно простым языком, они тоже получат уведомление о том, что они сокращаются. В это же время нам необходимо набрать 25 человек в цех, которые обслуживают эту же арку. Вопрос только в том, что из 25 человек, которые сокращаются, 22 пенсионера, и это люди, конструктора, экономисты, проектанты, служащие и ЭТР. А туда нужны в цех слесаря, нужны дезактиваторщики, люди рабочих профессий. То есть в целом количество рабочих мест на предприятие будет тоже. Оно изменится качественно. Вот оно просто изменится качественно. А то, что будут эти изменения, вне всякого сомнения не будут. И кого они уже коснулись, я вам сказал про группу управления проектом одной. Следующая это же группа управления вторым проектом. Ведь по сути физические работы по испытаниям они закончатся в течение месяца. И люди как таковые, там их необходимо будет для того, чтобы доработать и анализировать документы, передавая их в регулятор для получения лицензии. Опять же, в следующем месяце я уверен, что будут освобождения в другом группе. Следующее, есть у нас пример, это декларанты. Мы завозили очень много грузов в рамках получения материально-технической помощи. В этом отделе работало порядка девяти человек, потом восьми. На сегодняшний день мы оставляем троих. И тут до конца года потом останется два. А нет грузов. Нам что, открывать таможенный терминал, чтобы взять этих людей работы? В то же время нам нужны будут люди, которые будут работать на установке по классификации демонтированных материалов, которые мы тоже строим для того, чтобы производить демонтаж металлоконструкций. Она уже находится в стадии строительства. Там нужны люди, но других профессий. Понятно. Хорошо. Жизнь не стоит на месте. И интернет заработал. Посыпались вопросы в интернете. Добрый вечер. В данный момент на ЧАЭС идет указание об увольнении пенсионеров. Почему нарушается Конституция Украины и лишают граждан права на труд? Ну, Конституция – это основной закон Украины. И он никоим образом не нарушается. И ни у кого нет права его нарушают. Я бы вам не рекомендовал его нарушать. Я вам тоже. У руководителя это большая неприятность. Да, я вам тоже, даже если вы просто гражданин, а не руководитель. Такой команды увольнять пенсионеров ее нет. Никто ее не получал. И от меня никогда не получит. Хорошо. Вот смотрите, к нам пришла женщина пожилая. Принесла такую записку. Будет ли у вас в Лавутиче приемная? И когда можно к ней записаться? И если нет, то я передаю документы. Ну, они не говорят кого. Но это касается трудоустройства молодежи города. Очень много пенсионеров 65. Вот видите, пенсионеры беспокоятся о том, что их увольняют. А вот пенсионерка беспокоится о молодом, видимо, все-таки внуке, которого не берут на работу из-за пенсионеров, которые приезжают к нам с Чернигово и не имеют никакого образования. И вот нужно их заменять. Вот ее точка зрения. А это резюме я потом вам передам. Хорошо. Ну, на самом деле, единство и борьба противоположностей. На самом деле, молодость и опыт. На самом деле, если спросить человека, почему вы преклонного возраста ходите на работу, он отвечает, что внук не может найти работу, мне надо ему помогать. А как же ваш внук найдет работу, если вы до сих пор ходите на работу? Я-то уйду, а где гарантия, что возьмете моего внука? Вы кто? Я, допустим, рабочий, токарь. А внук – инженер. А внук – кто? А внук – экономист или юрист. Ну, вот как бы такое. На самом деле, вопросы более глубокие. Когда я беседую с руководителями отделов и цехов, и говорю, слушайте, ну, давайте там с Марьей Ивановной поговорим тихонечко, чтобы она там уже пошла отдыхать. Она говорит, вы знаете, вот вы мне там с отдела кадров присылали, с предыдущего отдела кадров, на резюме некоторых людей. Я с ними познакомилась, пообщалась. Ну, у них нет того рвения к работе, как у этой женщины-пенсионерки Марьи Ивановны, которая трудоспособна еще и выполняет функционал. И вообще, чтобы закрыть эту тему, каждый случай индивидуален. Я понял. Внести всех под одну гребенку, объявить, сказать, что мужчины старше 60 лет, женщины старше 50, сколько-то, срочно напишите заявление, я вас завтра не хочу видеть, я вас убью, порву, и так далее. Не пустим вас на работу. Ну, вы понимаете, что это абсолютно несправедливый, неправильный, незаконный подход. Для этого существуют прямые эфиры, чтобы так разрушать эти легенды. Хорошо. Когда будет омоложение работников ЧАЭС? И необходимо внести откруто информацию на сайте ЧНПП, что именно, какие есть вакантные места? Вот, видите, молодежь задает вопросы. Ты, я на месте молодежи тоже такой бы вопрос задавал. Понятно, что мы на него уже ответили. По поводу сайта открытых вакансий, вопросов-то нет, рано или поздно мы это сделаем, ибо мы открытые люди, и прямо я люди. Но сегодняшний день, к сожалению, и ваше резюме, которое вы мне передадите, вот, которое вам... Да, это не мое, это бублик Евгений Валентинович. Не ваше личное, а листок ваш, который рядом с вами лежит. Но если даже вы свое передадите, то мы не сможем вас трудоустроить на предприятии. Я не буду претендовать. Потому что все вакансии сегодня предлагаются тем людям, которые участвуют в ротации. Вот сегодня два месяца УЗФО, потом у нас идет там ГУП следующий и так далее. Мы по закону должны предложить тем людям, которые у нас сокращаются. Или он переходит на другую работу, или только после этого он покидает наше предприятие. Поэтому сложно с молодежью. Сложно даже не только с молодежью, а и с людьми рабочих профессий. Потому что сначала мы должны предложить тем, кто уходит. Понятно. Хорошо. Продолжается поступление вопросов и уже не только об УЗФО. Я работаю на ЧАЭС 30 лет. Почему нас, обслуживающих всех на станции, и нас которых осталось очень мало, имеют во все дыры? Ну вот это, я так понимаю, вопрос от пенсионеров, раз 30 лет работают на ЧАЭС. И я так понимаю, ими заменяют все дыры. И вот над ними, с точки зрения словучанина... Вот так. Что вы можете ответить? Ну... Фамилии нет. Я понимаю, конкретно ответить на этот вопрос. Понимаете, я человек очень доступный. Я хожу в городе, я работаю на работе, есть телефоны секретарей. Ни один человек, который ко мне обратился, за это время не остался без внимания. Но вместо того, чтобы кратить наше эфирное время сейчас на эти вещи, люди, обращайтесь. Да, напрямую. Вопрос, ну, Максим Иванович, где был бы профсоюз, когда с нас снимали за вредность эти несчастные 800 гривен, но не со всех. Ну, я думаю, что это на конференции завтра прозвучит. Этот вопрос, наверное, надо Максиму Ивановичу задать. Наверное, надо Максиму Ивановичу задать. Наверное, надо задать вопрос не Максиму Ивановичу, а его попередникам. Где был профсоюз, когда визировали приказ о отделении УЗФО? Да. Да? Наверное, надо было задать вопрос Максиму Ивановичу, а почему в 7 лет он молчал, что УЗФО зарабатывает у них ниже заработная плата? Вы знаете, вот сейчас, когда мы адаптируем к себе УЗФО, у них у всех подрастает заработная плата. В одном цехе на 20%, у ВОХРа на 60%, меньше всего это у тех людей, которые заняты в питании на 10%, у водителей на 15%, становится заработная плата выше. Так вот, где был профсоюз? Эти 7 лет. Хорошо, это вопрос вам завтра на профсоюзной конференции. Сколько надо расти, чтобы стать НСБ, начальником смены блока, насколько я понимаю, да? У нас нет такой должности сейчас. А, уже ж нет, да. Это же не работающая станция. Это, наверное, Кобили Ивановичу. Да, да, да. Он, наверное, чувствует душой. Это, наверное, хотят проверить вас на профпригодность. Знаете ли вы, что такое начальник смены блока? И насколько мы сейчас с директором разобрались, это только на работающих атомных станциях. А вот на закрытой, ну, наверное, начальник смены блока. У нас есть начальник смены станции. На самом деле, он по названию остался такой. Его функционал абсолютно поменялся. Почему название такое? Потому что, да, надстройка у нас от работающей станции. Но, к сожалению или к счастью, нет у нас волшебной палочки, чтобы поменять все сразу. Хорошо. В том числе и структуру, за которую ты текуешь. Вот я не понимаю смысл этого вопроса, но вы мне объясните. Вам вопрос задают как бывшему работнику наварки. Почему нет аттестации рабочих мест? Наварка заканчивает как бы свою работу. Вот человек схватился, почему нет там аттестации рабочих мест? Там действительно нет аттестации рабочих мест? Ну, на самом деле, вопрос не новый. То, что вы его не понимаете, это не говорит о том, что это вопрос есть. Но я не работник наварки, поэтому. Я так понимаю, это какие-то дополнительные деньги. И в случае, если будет аттестовано рабочее место, там будут вредные условия, и вы за это дело будете получать деньги. Да, и вредные условия, и раньше выход на пенсию. Как те люди, которые работают в зоне отчуждения. Наварка, мы с вами уже говорили о том, что этот проект, он заточен на достижение результата. И люди профессии в нем ротировались очень быстро. Если люди, которые участвовали в закладке бетона, они отработали полтора года, фундаменты закончили, они ушли. Люди, которые заняты арматурой, поработали тоже полтора года, они ушли. Но, тем не менее, если бы была выполнена аттестация рабочих мест, согласованная Минздравом и всеми остальными, то эти бы люди за это время получили бы какую-то часть уменьшения своего рабочего стажа. Наварки несколько раз подходили к этому вопросу, но они же иностранцы. Их сначала убеждали в том, что это надо сделать. Пытались как-то собираться в группы. Но когда они столкнулись с нашим бюрократическим аппаратом в нашей стране, честное слово, несколько раз пытались. Ну, не дадут мне соврать, люди, они же здесь живут, я могу их пофамильно назвать. Это наши резиденты Украины, которые начинали этим заниматься, работники Наварки. Но это все как бы слишком долго, моторочно, и решили все-таки людям поднять заработную плату, таким образом компенсировать этот процесс. Но то, что это не совсем как бы справедливо, я с этим согласен. Хорошо. Вот я не знаю задавать вам эти вопросы, но у нас так разговор идет слишком гладко. Давайте немножко перчинки добавим. Я не знаю, о чем идет речь. Скорее всего, что-то о вас нашли в интернете. И вот у меня есть такие два скандальных вопроса. Прокомментируйте коррупционный скандал в Сумском машиностроительном заводе. И за что вас оштрафовал антимонопольный комитет на 400 тысяч гривен два года назад? Ну, перчинки здесь, к сожалению, мало. Мало? Да, мало. Так, звоните, господа, мало перца в нашем привычке. По поводу антимонопольного комитета, это хорошая шутка. 400 тысяч – приличная сумма. Ну, как бы да. Да, приличные деньги. Вас никто не отнимал таких денег? Нет, никто у меня не отнимал. Если отнимал, то явно не антимонопольный комитет. А, ну, в этом смысле понятно. Да, никаких отношений с антимонопольным комитетом как частное лицо я не имел и не имею. Ну, и, честно говоря, не знаю, за что меня оштрафовать. Можно было бы за какой вид деятельности. Это раз. Второй вопрос по поводу... Ну, видимо, подразумевает вас. Я вообще соединил эти вопросы. Это коррупция. Работали вы в машиностроительном заводе в Сумском. Может быть, оттуда ползет этот слух. Да, я там работал до 2007 года. А, видишь. Потом, при возникновении конфликта с акционерами, с собственниками этого предприятия, я оттуда перешел на другую работу. Это было буквально перед наваркой за два года. Дальше один из собственников пытался обвинить меня и еще ряд сотрудников в том, что мы у него чего-то украли. В результате уголовных дел нет, явки с повидной нет. И выяснилось, что вообще как бы и не Рабинович, а Конторович. И не на трубе играет, а на контрабасе. И тем не менее, продолжения дальнейшего не имело. Этот случай, это было опубликовано в местной Сумской газете, то ли «Панорама», то ли я уж не помню. А в интернете это появилось в тот момент, когда моя кандидатура была подана министром Шевченко на должность главы агентства по управлению Чернобыльской зоной отчуждения. Тогда это перед назначением Антипова. По сути дела, как в этом фильме «Бриллиантовая рука», на его месте должен быть я. Напьешься – будет. Ага, понятно. Я прошел собеседование Кабмина, но там вмешались политические фигуры. И таким образом Тарас Березовец вытащил откуда-то эту информацию, опубликовал на сайте. Не более того. Понятно. Еще раз напоминаю, 2-36-21, звоните по телефону, либо в электронной почте. У меня заканчиваются перчинкой вопросы. Остаются такие мягкие, что просто, я даже не знаю, так финишировать не очень красиво, разговаривая с директором такого значительного объекта. Но, тем не менее, раз вы мне ничего не сообщаете, я буду задавать уже мягкие вопросы. Вопрос. Ваше отношение к религии? На Пасху вы ходите в церковь, да? Да, на Пасху я хожу. Я хожу в церковь. Я считаю себя православным, считаю себя религиозным человеком. Мало того, что я читаю религиозные книги, я изучаю в целом теологию, и не только христианство. Мне это интересно. Я читаю достаточное количество литературы по этому поводу. Но, опять же, честно, не кривя душой, религия меня интересует больше с точки зрения истории и традиций. Я не являюсь фанатиком. Понятно, спасибо. Вы, видите, прояснили. Узнали другую сторону работника Чернобыльской атомной станции. Хотя, вообще, для меня, когда говорят о людях вот такой технической специальности, о людях-ученых, и когда они говорят, что они изучают религию, у меня какое-то такое противоречие. Ну, как бы одно должно мешать другому. Или это вообще умещается в голове технаря, вот, и религия, изучение религии и так далее. Ну, вполне. Вполне. Да, вполне умещается. Я считал, что технари, они все априори атеисты. Нет, это неправда. Есть такой автор Харари. Вот сейчас очень популярен. Вы не читали его книги? Нет. Ну, там Homo sapiens, краткая история человечества. Не читали? Запишу. Запишите, пожалуйста. Homo Deus, человек-бог. Я ее заканчиваю сейчас читать. Вам будет это очень интересно, как журналист, на самом деле. Это не совсем религия, это не совсем история. Это некое... Ну, что-то между это. Замешано на социологии, замешано на изучении психологии человека, поведенческой психологии человека. В группе, в группе, в индивидууме и так далее. Ну, в целом, как бы, это скорее не технари помогает. Я ведь на самом деле не позиционирую себя, даже если бы я по образованию был инженер-атомщик, не клевя душой. Я не позиционирую себя, как инженер на сегодняшний день. Хотя, наверное, расчет там эпюры нагрузки, там консоли защемленной, я еще сделаю какой-то. Его опорной вряд ли. Потом вы мне после эфира объясните, что вы сейчас сказали. Да, я же позиционирую себя, как управленец. Менеджер. Да, когда мы говорили об образовании, кстати, говорили об образовании, есть у нас наши соседи, Игнолинская атомная станция, которая точно так же, как и мы, снимается с эксплуатации. Вот я попросил помощницу. Там же целительные деньги снимаешь. Да, у нас тоже немало, если все сложить. Ну, если да. Наверное, мы будем круче. Сложить церковь, это да. По крайней мере, мы так считаем. Так вот, мы посмотрели биографию. Он месяц назад был у нас в гостях. Это человек, директор Игнолинской атомной. Но он по образованию менеджер. Закончил институт менеджмента в Клайпиде. И тем не менее, Игнолинская атомная уже в свой, а-ля Хаят-2, привезла 70% топлива. А мы еще тренируемся на имитаторах. Как-то вот так у них вышло. Понятно. Хорошо. Ну, и, наверное, будем заканчивать наш прямой эфир, раз как бы даже в интернете ко мне не поступают вопросы. Но у меня на закуску есть вопрос. Сейчас самая популярная тема и у лириков, и у физиков. А смотрели вы ли фильм «Чернобыль»? Если смотрели, то какое у вас отношение к этому фильму? Тем более, вы руководите сейчас «Чернобыльской атомной станции». Вам просто надо ли посмотреть, если вы его не видели? Ну, я с вами согласен, что надо. Если честно, я посмотрел одну серию первую. Они загружены. Загружены у меня есть на ноутбуке этот фильм. Посмотрим уже сегодня еще чего-то или завтра. В следующую неделю буду в отпуске. Досмотрю в отпуске. Мое отношение к этому всему, я считаю, что это фильм не об аварии, наверное. Это скорее фильм о системе, которая была, которая это допустила. Мое личное мнение, что фильм этот скорее идеологический. Как бы мы ни хотели, как бы мы на сегодняшний день не позиционировали ситуацию, но две идеологии, они так же и остались. Капиталистическая, бывшая, советская. В России есть наш сосед, правообладатель этой системы, хоть она там как-то и завуалирована за фасадом. Я думаю, даже уже не завуалирована. Это имитация второго Советского Союза, скажем так. Ну, поэтому же они и возмущаются на «Россия-24», никак не Украина. Могло такое быть или не могло, то, что они там, как говорят, в пьяном угаре. Ну, я далек от этого. То, что это фильм художественный, и кого-то там какие-то чувства задевает, но он задевает их тех людей, которые непосредственно эту ситуацию знают. То есть, людей, которые живут в нашем городе, которые принимали в этом участие. Я общался с теми, которые не имеют отношения к Чернобыльской станции. Все впечатлены именно по накалу страсти, что да, действительно это было. А о том, что правдоподобно это настолько или неправдоподобно, я сравниваю это с фильмами о Афганистане, например. Мы все смотрим, как там все стреляют, вешают и так далее, и так далее. Но на самом деле люди, которые были там, они тоже этим возмущены. Точно так я общался с американцами, когда они видят свои же американские фильмы про войну во Вьетнаме. Люди, которые там были, говорят, что это тоже не так. Поэтому, если посчитать, что это фильм художественный, и он показывает систему, которая допустила, в которой это могло произойти, это халатность, это некое-некое командное управление людей, которые не имеют техники и вообще не должны были к этому допущены, не из райкома же должно было это управляться, то в принципе, как по мне, имеет право на жизнь. Спасибо, спасибо. В прямом эфире с нами был исполняющий обязательства сети директора Калашников Сергей Васильевич. Было приятно побеседовать. Я думаю, что мы с вами еще обязательно встретимся. Ну и не по такому вот поводу, как в основном были вопросы, а по какому-то другому, допустим, когда вы окончательно получите в свое распоряжение вот наш большой конфаймент, большой объект, и вы уже будете полным хозяином этого объекта. И на этом спасибо вам большое, спасибо за интервью. Ну и, кстати говоря, если вы хотите продолжить тему о фильме «Чернобыль», мы вчера записали на канале 1 плюс 1, после пятой серии, там показывали встречу с людьми, которые тоже как бы рассказывали свои отношения к этому фильму. Там вот был и президент Кравчук, и наш мэр Удовиченко, они высказали свою точку зрения, смотрите их завтра в рамках новостей нашего города в районе 19, наверное, 35, ну или по вторым вечером в 21. Ну, а на этом мы прощаемся с вами, спасибо вам, спасибо за интервью, спасибо за рассказ. Удачи вам завтра, потому что вас будут атаковать завтра, насколько я понимаю, на профсоюзной конференции. И в основном у нас с вами получилась сегодня репетиция. Причем мне так кажется, что большинство вопросов будут именно казаться у ЗФО. Вот, поверьте мне, если... Я не думаю, что это будет так, на самом деле, эти вопросы есть только у Максима Ивановича. А, да, может быть. И у вас вот там. Всем людям понятно, что происходит, ситуация эта искусственно создана, но тем не менее. Я хочу всех поблагодарить за внимание, спасибо вам за предоставленную возможность, хочу всем пожелать хороших выходных, хорошего лета, пора отпусков, хорошо всем отдохнуть и все будет доброе.